вы знаете дорогие друзья у нас было затмение солнечное правда я его не успела заметить то есть я ждала пока наступит совсем темно и думаю засниму вам оно просто было как будто бы пасмурно на солнце я не смотрела потому что я не покупала специальные очки а типа в обыкновенных солнечных очках нельзя было смотреть ну и я вот тут возилась немного по подметала поскладывала все но это естественно не последнее мое дизайнерское решение это я просто разобралась что тут к чему есть и накрыла значит там газовая плита с нашим котлом для плова и наша барбекюшница накрыла клеенкой чтобы не не могла лишний раз потому что как вы понимаете все же ржавеет мы в двадцать третьем году купили почтальон пришла и вот там уже немного она естественно хоть и было на теньки у была ржавчина вот почтальона у нас всегда два от них и тех же женщина китаянка вот она и мужчина американец ну они одни и те же нас маленькое село поэтому они работают по своим дням и достаточно просто так на почту не устроишься я во всяком случае не пользовалась потому что у меня нет драйвер лассенса они приезжают на маленьких машинках вот там стоит там белая машинка сейчас я покажу и ставят постоянно в одном и том же месте так вот это солнце как бы затмилось и было как бы так пасмурно пасмурно сейчас опять она вышла вот там машинка стоит но я и не хочу смотреть на это солнце она мне не надо в общем владик уже съездил купил вот этот гравий мешок гравия он купил 10 мешков сюда ушло один мешок 10 чем ой 479 кажись короче не полных 5 долларов ну он будет еще докупать потому что он тяжеленный конечно и надо будет еще поприсыпать кое-где вот тут допустим там где мне трава не нужна я хочу все засыпать красивенько этим гравием вот тут кусок еще на шлепок будет вот тут гравий и вот тут вот обновим гравий и добавим вот он называется речной у нас вот можно в принципе даже было и тут засыпать у меня тут растишки вот тут клумбочка и смотрю уже даже вон чеснок выбирается из-под земли тут пустая клумбочка посажу что-нибудь но я говорю у нас еще не так тепло было стали мы отмывать эту качелю представляете там все проросло но не отмывается я стала веником вот это все шкрябать ничего но не отмывается железякой надо шкрябать а потом думаю зачем оно все равно превратится в такое же почему потому что у нас тут лес много листьев ну и вот так вот оно оно стояло вот там вот на этом месте и вот такое стало за три года а я лишнюю работу делать не хочу я эту качелю мою тут изнутри ну а там будет пока такая она главное катается сидеть на ней можно и все говорю что у меня еще очень много работы чтобы я тратила свои силы на вот это вот не лишнюю работу я делать не хочу ну мы помыли камешки эти симпатичненькие ну и будем докупать так как у нас не грузовик а мы свою машину как бы сидим что ли все таки машина тут машина кормилица она возит людей на работу да у нас никакого люди транспорта нету нет машины нет работы а такси знаете сколько стоит от моего дома до аленкинова около 40 долларов 37 минимум будет 36 долларов да а ехать всего лишь 20 максимум максимум 25 минут это сколько надо зарабатывать до еще ни разу я не брала такси к алене вот потому как владика было время и мы ездили вместе да когда мне надо у нее ночевать он меня отвозит естественно это естественно вот там у меня хэппи истер висит будет висеть до православной пасхи яйца я накупила у меня целая корзина пластиковых яиц но я не вешала таком мы как раз на истер уехали в канаду и вот дети были у нас с пятница на субботу ночевали веселились мы дурачились полина игралась с этими пластиковыми яйцами но так никто ничего и не повесил если я сейчас начну вешать вот эти яйца на дерево так как я живу в америке не то чтобы меня не поняли мне все равно но люди будут думать что у нее еще истер целый месяц да смешно потому что у нас истер был с тридцатого на тридцать первое да понедельник был 1 апреля с тридцатого на тридцать первое марта тридцать первое было воскресенье мы были в канаде ну и вот если я сейчас начну украшать скажет да еще у нее целый месяц истер ну и вот этого одного зелененького хэппи истер достаточно будут на следующий год хотя у некоторых людей даже и новогодние гирлянды не сняты ну имеется ввиду огоньки там у соседа не вот этого нашего деда не следующая женщина с собаками а еще один третий дом от нас там живут ребята где-то такого же возраста как наши дети они сделали елку на боковой стороне дома из гирлянд этих огоньков и она у них круглогодично 247 там и прицеплена они ее только включают на рождество и на новый год и не надо им ничего больше делать ну я как видите огоньки убираю потому как у меня тут будут расти огурцы ввысь будут виться с божьей помощью да поэтому я не оставляю пока поставили эту этот парничок здесь ведро вот там с мусором как видите будет выброшено ведро вообще будет выброшено надо его разломать и выбросить потому что те уже два ведра заполнены и как видите еще белый пакет надо будет сейчас вынести теперь нужно будет в доме пропылесосить потому что куча немного нанеслось но у нас ковров нет внизу ни за какие пироги муж не захочет никакие ковры внизу ни самаркандские ни индийские ни за сотни ни за тысячи никаких ковров только пол тем более у нас кошка в доме а наверху у нас полностью покрытие ковровое и уже кстати коты когда были маленькие поцарапали коврики там есть петли надо его как говорится подстричь подшей вать подбрить вернее у меня есть такая машинка надо ее найти и подбрить ковры столько дел постоянно что об этом не думаешь ну сюда владик будет проводить свет эта лампа тут будет гореть пока нам достаточно вот этой лампы она освещает все в общем что вот это вот уже цемент он должен подсохнуть вот тут уже подсох ну муж выходит на работу как сами вы понимаете что основная работа будет происходить в выходные дни а так пока вот будет ждать следующего этапа он еще тут будет покрывать сказал смолой не знаю зачем это надо но типа так оно не будет влагу в себя впитывать ну пусть что хочет то делает а мое дело разобраться тут на кухне ну мне надо чтобы он полку повесил вот эта полка у меня висела в бруклине она так потолку цепляется и на ней висят кастрюльки ну я прицеплю вот всякие всякие барбекюшные вещи вот это у меня все рабочее надо помыть когда будет электричество буду пользоваться здесь в общем есть еще над чем работать ну работа начата с богом так что всем спасибо за внимание пока пока пока